Нам еще только предстоит узнать, каков он новый Hyundai Tucson, а в других странах уже выходят любопытные спецверсии этой новинки. Так в Европе успело появиться оспортивленное исполнение N-Line, продажи которого стартуют примерно через месяц. Впрочем, рассказ об этой новинке будет коротким, ведь приставка N-Line означает лишь эффектный обвес, но не технические доработки. Так что инженерам не дали трогать ни двигатель, ни шасси, позволив только сменить калибровки системы стабилизации. Впрочем, инженерный корпус внезапно сумел доказать маркетологам, что заказную адаптивную подвеску можно и нужно перенастроить. А значит, любителям жестких амортизаторов и тяжелого рулевого стоит заказывать именно платный вариант ходовки. В остальном отличия чисто дизайнерские. Tucson примерил агрессивные бамперы, рельефные пороги, большой спойлер плюс окрашенный обвес вместо черного. Довершили образ фирменные 19-дюймовые колеса. В салоне появилась красная отстрочка на черной обивке, рельефные кресла, пухлый руль плюс всевозможный околоспортивный декор вроде металлических накладок на педали. Впрочем, нельзя терять надежды, что все это мы сможем увидеть своими глазами. Ягуар надумал возродить гоночную модель C-Type. Это машина 51-го года, известная своей победой на 24-х часах Лимана. Тираж оригинальной модели составил 53 экземпляра. А теперь британцы сделают еще 8 родстеров. Чтобы построить точные копии, ягуаровцы извлекли из архива чертежи 70-летней давности. А для подстраховки, вдобавок, оцифровали один из сохранившихся автомобилей. Так что аутентичность должна быть полной. Новый глава Рено Лука де Мео неожиданно заявил, что компании со временем придется отказаться от городских машинок класса А. Проще говоря, малыш Твинго вскоре отправится на заслуженную пенсию. Это заявление здорово взволновало фанатов модели. Да так, что менеджеру по продуктам Яну Шино пришлось спешно давать расширенный комментарий. По словам Шино, Твинго доживет до конца своего жизненного цикла, то есть до 25-го года. Формальным преемником выступит ретро-хэтч Рено 5, концепт которого широкой публике показали, презентуя новый план развития французской марки. Продолжение следует...